Девушки отдыхают 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 Жалко, пока машинок нет в игре. В будущем, наверное, удобнее было бы это делать именно на них. Ну окей, железная дорога. Это у нас будет приходной путь. Вот куда-то сюда, вот так вот. Также здесь нам необходима маленькая стрелочка. Здесь все это безобразие будет разворачиваться в эту сторону. Вот так вот. И поплыли дальше. Едем сюда. И я думаю, что будут стрелочки. Скорее всего. Я бы хотел вот так, да, спасибо. Сейчас мы и на станцию заедем, не переживайте. Все у нас будет хорошо. Я что-то, по-моему, рановато начал сворачивать. Что-то как-то да. Так что едем прямо. Вот это нам не потребуется. Сейчас вот здесь что-то придумать надо здесь. Значит, это у нас путь обратный. Поэтому мы здесь вот такую... Не, подождите, стойте. Нам же здесь нужен, по сути, круг, разворот и вся фигня. Здесь у нас пересечение вот сюда на этот путь идет. И нам нужно вернуть поезд обратно. Аккуратно, используя вот этот выход, получается. Да. Поэтому уезжаем сначала вот сюда. Потом делаем вот такой вот интересный круг. И возвращаемся на магистраль. Вот, по идее, так уже должно все работать. Да, вроде бы да. Но здесь они вернутся. Либо же можно заводить поезд вот здесь. И возвращаться он будет тут. В общем, короче, наверное, тут удобнее будет. Что-то я как-то хрень какую-то сделал. Вот так вот произведем. Все. Теперь все правильно. Я думаю, что этот переезд особо проблем не должен создать. Ну окей, подключаемся сюда, собственно. И это у нас путь прихода, скажем так. И здесь у нас будет, опять же, разворотик. Люблю я разворотики в этой игре. Я знаю, что это нералистично. И что локомотив должен перебираться на конец состава. Но, к сожалению, ни одной игры пока нет, где была бы учтена эта механика. И сдается мне, я знаю почему. Прикиньте, если бы каждый поезд перецеплял локомотив, сколько бы у нас это все дело занимало времени. Это было бы просто жесть, ужас и все, и хана всему. Так что вот. Так, может попробовать комбинированный поставить. Вот такой вот здесь комбинированный. Здесь два, собственно, вот таких вот интересных сигнала будут. Это пока семафоры. Да, пока семафоры не светофоры. Здесь у нас, собственно, выход получается. Дальше можно особо не париться. Тут даже, мне кажется, можно и протянуть их будет кучей. Вот так вот. Теперь надо вот-вот дальше протянуть их, опять же, кучей. Здесь опять будет комбинированный. И дальше в обратную сторону. Это не обратная что-то как-то сторона. Вот так вот надо сделать. Хорошо ли вы поставились, друзья мои? Ну, более-менее хорошо. Правда, этот сигнал мне не очень нравится. Ну ладно, там будет комбинированный, ничего страшного. Слушайте, а здесь, может, тоже комбинированный? Не, не будем экспериментировать. А то я сейчас наляпаю здесь сигналов, потом сам буду этому улыбаться. Вроде бы, вроде бы все нормально. Здесь тоже сигнальчик оставляем. И вот тут надо поставить комбинированный, который будет на вход. Вот так. И вот так. Что-то я прям утыкался здесь на сигнале. В принципе, все. Теперь нам нужно депо. Есть как бы два варианта, как это можно организовать. У нас есть вот здесь депо. У нас есть где-то вот здесь, я тоже помню. Вот здесь есть депо. И мы можем, в принципе, с этого депо все поезда вывести. Но тут есть проблемка. Это все будет долго. Прикиньте, им придется выполнить вот такой вот путь через эту платформу. Где-то вот тут я только смогу их цепануть на мою магистраль. И только сюда примерно получается. А их еще надо обратно вернуть. Потому что мало ли мне там надо будет поезд поменять или еще чего. В общем, короче, им надо будет вот такой круг делать неэффективно. Поэтому лучше поставить свое депо и не париться. И желательно его поставить так, чтобы туда можно было как заехать, так и выехать с него. Мне кажется, что вот это место будет идеальным. Сейчас увидите почему. Мы ставим сюда сигнал. Даже два. И вот сюда сигнал. Я знаю, я люблю много сигналов. И мы теперь делаем еще одну железную дорогу. Вот отсюда стрелочку, которая пойдет прямо в депошечку. И что-то она неправильное пересечение путей говорит. Чего это ты бесишь-то меня? Может тебя удалить и теперь будет правильно? Да, из-за сигнала. Представляете, какая кака. Ставим здесь сигнальчики в сторону депо. И в принципе все. Мы готовы начинать фармить нефть. Так что посмотрим, что у нас тут есть по локомотивам. Досочки, я смотрю, потихонечку восполнили наши потери. И это хорошо. Главное, чтобы больше ничего не проседало. Поэтому мы можем чисто теоретически купить вот такой вот дизель. Уголь. Да, это паровой. Который, наверное, сможет тягать нефть. Сейчас посмотрим, что у нас там по нефти имеется. Есть у нас опять же два вида вагонов. Один за дерево, второй за зелень. И, честно говоря, я бы хотел за дерево. Они очень круто смотрятся. Но я не уверен, что у меня просто сейчас тупо хватит денег. Деревянных жетонов, точнее. А вот и грузовые вагончики. Нифига, ты еще и сталь туда хочешь? Совсем, что ли, одурел? Не, ну мне не жалко, конечно. Но, честно говоря, я хочу попробовать вот с такими вагонами. Они, мне кажется, будут более реалистично смотреться. Давайте покупать и тратить мои деревянные драгоценные жетончики. Ты сколько? 238. Можно еще один взять. И даже еще один. И, по-моему, я переборщил. Паровозик из ромашкового. До 346 тонн. А у меня 334. Нет, слушайте, нифига я не переборщил. Все идет по плану. Окей, тогда давайте доставим ему маршрутик. Едешь сюда, дружище. Загружаешься здесь полностью. И возвращаешься на эту станцию. Все, повторяю это бесконечно. Пока у тебя нахрен в топке не кончатся твои угли. Делаем первую скорость. И давайте полюбуемся на наш первый нефтяной состав. Который возит новый тип вагончиков. Который я еще не видел. Я видел, конечно, цистерны в этой игре. Но такие вот не покупал. Потому что всегда мне было жалко деревянных жетончиков. На этот раз все хорошо. Видите, какие они прикольные. Я думаю, что смотрелся. Здесь лучше бы белый цвет. И, наверное, я его сейчас поменяю. Это поменяется без проблем вот здесь. Белый. Я помню, что вроде бы белый был здесь цвет. Вот он, white. Видите, вот такие цистерны уже прикольные. А black нет у вас здесь. То я видел silver там. В общем, короче, по-моему, вот он black. Нет, черные цистерны прям совсем мрачные. Вот я думаю, если бы был grey. Есть grey здесь. Только серебро есть. Ну вот серебро уже что-то. Серебро уже похоже на дело. Давайте оставим пока серебро. Я знаю, что у меня перекрасились, по идее, все поезда. И даже пассажирские. Где у меня пассажирские-то составы? Что-то я ни одного не наблюдаю. Куда хоть они всиделись-то? А вот они идут. Ну, такие вагончики тоже имеют место быть. Почему нет? Тем более, что зеленый цвет ассоциируется у меня только с нашим подвижным составом. Все остальные-то пассажирские паровозики могут иметь цвет хоть красный, хоть зеленый, хоть какой. 179 тонн уже нагенерила наша нефтяная станция. И где мой состав? Кто-нибудь его видит? А, я его тоже вижу. Он здесь, господи. Я что-то решил, что он уехал. Хрен знает куда. Окей, опять же ускоряемся. Потому что нам нужно больше дерева. И, кстати, что нам делать с деревом? У нас реально его мало. Надо увеличить, наверное, либо количество поездов с деревяхами, либо их проапгрейдить. Потому что сейчас меня вообще не устраивает, сколько мы леса возим. Нужно возить леса больше. Там 175. Вот сюда надо добавлять второй состав, я думаю. Да. Где у меня депо, из которого вы все вылезли, товарищи? Вот это депо, я понял. Локомотивчики. Значит, ты из чего состоишь, друг мой, катающийся? Итак, у него обычный поезд за зелень. И, собственно, 2, 4, 5 и 5 вагонов. Так что берем тут точно такой же паровоз, который мне не дают взять. Потому что он, походу, уже недоступен. Ибо мы в другой эпохе. Во как интересно, ребята. Ну, ладно, возьмем такой. У нас денег дохренища. До 200 тонн эта штука может таскать с собой вагончиков. Вагончики, понятное дело, мы будем брать самые дешевые, что есть. Вот такие. 5. И даже 6, и даже 7. И, возможно, да, 8 тоже в лес. Прикиньте, 8-ми вагонный состав у нас будет теперь. Это просто обалденно. Ставим его сюда. Полная загрузка. И дальше ты едешь вот сюда разгружаться. Старт. И мы не снимаем с паузы. Потому что здесь нужно сделать некий путь, который будет, в общем-то, как бы... А что его делать-то? Нахрена его делать, на самом деле? Мы сейчас делаем все красиво. Дайте мне железную дорогу, пожалуйста. Нам нужен путь, который будет вот такой вот интересный. И вот... Блин, ну что ты начинаешь-то? Из-за сигнала. Я понял тебя. Давай продолжим вот так. Здесь мы все удаляем. Небольшой апгрейд железной дороги сейчас произведется. Но вот я не знаю. Здесь они уедут. Здесь они приедут. Хорошо. Тогда, по идее, получится. А может и не получится. Где у тебя ближайшая стрелочка-то получается хорошей? Угу. Слишком далеко. Значит, с этого квадрата. Окей. Удаляем сигнал. Делаем пересечение. Удаляем лишние железные дорожные пути. И прикручиваем сюда сигнал, который размножим сейчас. И в обратную сторону тоже надо размножить. Потому что теперь здесь будут ходить два поезда. Два поезда лучше, чем один. Все, обалденно. Снимаем с паузы. И смотрим, какой у нас тут классный состав. Поехал. Давай, покажись. Слыхали, как он гуднул? Ну, прикольный такой паровозик. Чем-то похож на маленький танк. Не знаю, почему. Но похож. Ладно, катись. 56 бревен он привезет. И это хорошо, потому что, видите, здесь все время перепроизводство леса получается. Из-за того, что слишком далеко поезду кататься. Поэтому, учитывая, что у нас здесь... Кстати, где деревянный поезд? 34 из 56 вит, и он даже не полностью загружен. То есть, короче, с деревянными жетонами у нас есть некоторые проблемы. Их нужно больше фармить. Нужно больше фарма. Так, а тут, тем временем, у нас уже нагенерилось 27 бочек нефти. Или нефти. И один поезд спокойненько справляется с базовой производительностью этой скважины. По идее, сюда можно спокойно два было поезда запидорить бы. Но и один вроде бы неплохо себя показывает. Поэтому можно начинать задумываться о создании состава, который будет уже нефть возить сюда. Единственное, только я не уверен, что у меня... Может быть, давайте за монеты купим, потому что... Ну, надо начинать потихоньку. Здесь уже 46, собственно, есть. Берем вот такой же тепловозик маленький. Он вроде бы мощный, поэтому почему бы не взять? Можно даже было взять бы вот такой. Это первый дизель, по-моему, да? Затраты деньга. Ага. Значит, это не дизель. Так, 200... 200... 200 тонн эта штука может таскать в себя. Я вот не знаю, сколько нефть весит, но мы сейчас посмотрим по вагонам. Есть у нас вот такой вагон, и есть вот такой вагон стальной. Я думаю, что стальные есть смысл брать. 40 тонн один вагон. Допустим. Раз, два, три. По 12 штучек нефти в каждом вагоне. И можно еще, по идее, один вагон сделать. Да, и как раз 190 тонн получается. Даже не... Я просто что хотел-то сейчас? Я хотел второй локомотив сюда добавить. Но потом, честно говоря, передумал, потому что, мне кажется, и такому хватит перевести все. Так что давайте, маршрутик. Едешь сюда, загружаешься полностью и возвращаешься вот-вот в этот заводик. И так до бесконечности. Вперед, дружище, развлекайся. Вот он вышел. Наш состав с такими же... Даже нет, это круче. Это за сталь. Цистерники-то. Сейчас он... А, ты по тому же пути пошел. Но это правильно, на самом деле. Хотя бы выбрал кратчайший путь для разворота. Привозят нам сюда сырую нефть. Производится топ. Можно, кстати, наверное, нефтезавод-то немножечко улучшить. Три в две, например. Вот это мне нравится. Давайте прикрутим сюда. Еще один. Теперь эта штука загружается быстрее. И я думаю, что пока добавлять и вагоны, и состав нет смысла. Вообще, кстати, учитывая, что наконец-то разработчик вернул возможность делать комбинированные локомотивы, можно создавать просто один большой поезд и не париться, чем просто делать их миллион, которые будут создавать пробки в будущем. У нас тут, кстати, все нормально происходит. У нас тут все нормально происходит. Загружается большой длинный составчик. И дальше за ним следует поезд номер 3, который, кстати говоря, сейчас уже практически опустошит хранилище. Так что, наверное, скоро он поедет в никуда. Вот и первые жетончики нефтяные, ребята, подоспели. Слава тебе Божия! Теперь наша задача нафармить 500 дерева. Видите, 500 деревянных жетонов нужно добыть для того, чтобы выйти в следующую эпоху дизелей. Да, это немало. И, по-моему, тебе пора, друг мой, добавлять в вагончиков. Что-то как-то быстро все начало производиться. Вот что мне кажется. А ты, мой друг, как там у тебя? А вот этот, друг, у меня высасывает всю станцию. Следовательно, сюда надо что-то добавить, какое-то расширение. Дополнительная скважина, к примеру. Плюс один нефти. И есть еще опреснение, что как бы еще больше прибавит нам нефти и дополнительная скважина. В общем, короче, нефти будет просто дохренище. Давайте пока так посмотрим, сможет ли он накидать сюда капелек до того, как вернется этот состав. Если не сможет, мы ему добавим дополнительную нефтескважину. Если сможет, ничего трогать пока не будем. В будущем можно будет еще вагонов сюда привинтить. Ну, а пока что просто ждем деревяхи. 37 уже, 42, 65, а он 49. Все нормально, успевают. Он даже будет сейчас скопиться здесь нефть. А вот этот парень, по-моему, уже не успевает, да? 48 и 69 осталось. Давай-ка, знаешь что, дружок, ты сейчас сгрузишься, и мы тебя увеличим в два раза. Он еще и быстрее, по-моему, да? Он его догоняет. Да, видите, он его догоняет потихоньку. Давайте купим точно такой же локомотивчик. И добавим сюда вагончики сразу же. Вот не такие, а вот такие. За сталь. Стали у нас дофига, мы можем себе это позволить. Опять же, 4 штуки. Подъехал к нам дружище второй, и давайте их совместим. Обалденно. Смотрите, как прикольно получилось. Этот локомотив можно и в конец поставить, и в начало, собственно. Давайте лучше в начало. Все, состав имеется. Что у нас там получается по маршруту? Маршрут, по-моему, у него сохранился. Пошел, друг. Во, вот это мне нравится. Теперь он вмещает в себя почти соточку, и вряд ли она здесь задержится надолго. Может и этот теперь прокачать, фиг ли? Дерево есть. Нет, дерева нет. Мы дерево копим, да. Можно мне вот это вот убрать? Что там надо? Доставить пассажиров с помощью улучшенного поезда. Отказать. Окей. Сделайте перерыв. Путешествовать 5 минут на борту одного из ваших поездов. Прогресс 0. А какая награда? Неизвестно. Ну, поехали. Вот, видите, 2-3 секунды пошло. Какая-то у тебя хреновая кабина, друг мой. И громкая, кстати. Не, я 5 минут не выдержу, серьезно. Но еще только 25 секунд, а мне уже надоело. Церковь в руинах. Вот это, кстати, обязательно нужно выполнить, потому что я никогда не выполнял задание. И мы, наверное, либо в следующей части, либо в конце-то его начнем выполнять. Скорее всего, в следующей, потому что сейчас у нас план по дереву. Да все, хватит пыхтеть уже, господи. Он так громко пыхтит, обалдеть. Так, разрушенная церковь. Давайте пока посмотрим, где это находится. Церковь города Махачкала. Это вот это. Угу. И сюда надо доставить досочки и сталь. Так. Ну, у меня, в принципе, смотрите, здесь линия есть. Можно и чисто теоретически сделать вот такой вот интересный здесь маленькую платформочку. И, по идее, доставить-то мы сможем. Только вот, опять же, видите, проблема в том, что надо сюда доски доставить. А досок у меня нету. Вот, видите, доски только загрузились. Дальше вот паровозик еще... Слушайте, давайте расширим здесь. Срочно вот это. И вот это. Чтобы больше досок генерировалось. Из количества бревен. Это мы пока не будем. Паровая лесопилка. Три в пять. О! А, ну надо еще уголь добавлять. Нет, мне такое не нравится. А вот это вот сухое хранение, это мне нравится. Четыре в три получается. Сейчас у нас три в две. Видите, три улетают, две возвращаются. А если мы поставим такую, то четыре в три будет. Есть ли в этом смысл? Наверное, все-таки небольшое какое-то, но есть. Еще один паровозик прибыл. О! Ребята, вот эта лесопилка не справляется. Давайте-ка ей пару расширений. Питомничек. Так, сражевая. А вот эту можно, расчистка. Давайте вот такую тоже поставим. Угольная печь. Опять же, нужно уголь добавлять. Или это будет... А, это из дерева будет уголь еще генерить. Вот это клево, кстати. Вообще, эти расширения очень классно придумал разработчик. Непонятно, что я ими не пользовался особо. Блин. Ну что, на 75 уронимся? Это поможет нам, по идее. Давайте уронимся. Фиг с ним. Все, теперь плюс 3 и 1 генерит наша штука. Поэтому дерево здесь будет. Это как пить дать. Если его будет слишком много, мы этот поезд номер 3 убираем. И создаем такой же, как 17-й. Длинный и красивый. Сколько здесь уже? 46. И он, по-моему, уже забрать успел. По-моему. По-моему. Но не факт. Вот возвращается деревяшечный. Сейчас ему тут насуют. В смысле леса. И он спокойненько загрузится. Давай, дружище. Загружайся. 56. Здесь уже остается. Нормально. Нормально. Леса у нас хватает вполне. 25 осталось. И как раз на подходе еще один паровозик. Следовательно, нам нужно создать такой маршрут, чтобы мы отсюда забирали лес. И нам еще надо вот на эту линию, короче, каким-то чудесным образом переехать. Во, блин. Не так все просто, да? Как хотелось бы. Либо создавать отдельную линию. Чего я на самом деле не очень-то хочу. Не очень-то хочу я совсем вообще. Хотя, смотрите, если здесь, в Махачкале, вот в этой вот, создать, собственно, станцию. И можно будет сюда еще и товары сбагривать, потому что вот здесь они у нас генерятся. Здесь уже 160 товаров. Можно спокойно сюда поезд будет выводить. Блин, такая паутина, чувствую я, грядет. Что пипец. Ну, давайте подключать. Итак, достаточно доставлятельная система сейчас будет работать просто охренительно. Но станцию не особо большую надо. Вот такую хотя бы. Значит, поезд приходит после тоннеля прямо на станцию. Дальше нам его надо вернуть, ну, хотя бы вот на этот путь. А вообще, в идеале, даже не на этот надо вернуть его путь. Блин, вот это, конечно, непростая задачка. Как бы мне это все организовать-то? Ну, допустим. Допустим, вот здесь у нас поедет деревянный поезд. Он приедет вот в эту линию. Вот так вот. И проедет через эту станцию, где грузится... Грузится, где разгружается уголь, по-моему, да? Он здесь уже разгружается. Собственно, так мы доставим сюда дерево. И теперь нам нужно вернуться. Ну, с возвращением, слава богу, все просто. Мы сейчас просто здесь немножечко потерроформим. Сравнять, пожалуйста, нам вот так вот два. Прокладываемся. Не-не, простите, не туда ткнул. Проводим здесь железнодорожное платно. И вот сюда вот приезжаем, на этот мостик. Все шикарно, подключено. Теперь давайте семафорчики расставим. Вот так вот, раз. И вот здесь надо два. Вот только в эту сторону. Ну, и тут, конечно же, на новой испеченной линии обязательно нужно тоже организовать правильную сторону. Вроде бы все. Теперь вот здесь еще. И вот здесь еще. Потому что теперь у нас здесь будет проходить транзитный поезд. Вроде все сделал, что хотел. Единственное, вот сюда надо поставить обязательно. Сейчас мы это сделаем. Вот такой вот сигнал. Чтобы понимали, у паровозики, когда можно ехать. Когда ехать нельзя, собственно. И вот сюда тоже. Все, в принципе, с этим разобрались. Теперь как сюда завести сталь? Где моя сталь? Сталь моя находится здесь. И выезжает она вот отсюда. Вон там генерятся стальные. Вот стальной поезд 14. То есть нам надо как-то сюда завести. Но у нас к этой станции примыкают две платформы от сброса угля. И, в принципе, я, наверное, сейчас угольный-то цепану. Да, смотрите, можно прямо вот из этого депо вывести состав. Он отсюда поедет. Если угольные добираются, короче, он тоже доберется. Вот так. Вот так я вам скажу. Я просто не хочу сейчас уже выяснять, что куда идет. Но я точно знаю, что мы сможем, короче. У нас получится. Так что давайте закупаться. Подешевле только. Подешевле. Вот такой вот за деньгу. Вагончике ему нужно, значит, во-первых, дерево. Раз, два, три. И, конечно же... Слушайте, а может... Нет, один поезд это, конечно, круто. Но не настолько, чтобы это делать. Я только увеличу ему вагончиков. Так, значит, маршрут. Дружище-пирожище. Едешь вот сюда. Загружаешься деревяхами. И возвращать ты их у нас уже будешь вот сюда. Вперед. Первый пошел. Давайте покупать второй. Итак, нам нужна сталь. Вагоны. Где-то была сталь. Я ее сейчас видел. Или нет? Или мне показалось? Вот она. Раз, два, три, четыре, пять. Вот пять вагонов стали. Забираешь ты их, собственно, дружище вот здесь. И отдаешь вот сюда. Мне интересно, какое дадут вознаграждение. Давайте посмотрим по заданию. Неважно и что. Какой конкурент. Да подождите вы с конкурентом. Я вот тут хочу задание выполнить. А, награда 237 этих самых монеток. Это, конечно, немного. Но, по крайней мере, мелочи приятно. И я хоть задание пройду, наконец, хоть одно. Так, тут у нас, я смотрю, все хорошо, да? Ну, относительно, конечно, но хорошо. Тут нефти просто до хрена может еще один состав сделать. Надо будет попозже с этим делом разобраться. Так, как у нас идут дела? Деревянный-то доставился до сюда? Нет еще? Если он потеряется, это будет просто беда. Вот он, по-моему, 21-й. Да, вот это он идет. Так, а это у нас, собственно, угольники катаются. Почему-то пустой. А, он на загрузку пошел. Все, окей, молчу. И вот стальной пояс. 22-й. 21-й и 22-й. Я запомнил. Ну, сейчас посмотрим. В принципе, вот этому парню... Не вот этому, вот этому парню надо сделать три ходки, да, получается? Сколько тебе надо церковь этого самого без... Почему-то не пишет, сколько ей нужно дерева. Ну, короче, только по заданию сможем это определить. Вот, 35 из 250. Нет, за три ходки он не справится. А вот этот... А вот этот всего 20 стали привез. Ну, окей. Короче, это будет не скоро. Но я думаю, что в следующей части, ребята, мы с вами уже увидим, как это все дело у нас доделается. Потому что сейчас моя задача нагенерить деревянных жетонов, ибо очень нужно. Ну, вы понимаете, да? У нас тут дерево перепроизводства должно быть. Да, слава богу. Чувак все забрал и уехал. Этот, правда, был 21-й. Нам-то нужен был другой. А вот стальной 22-й катается. Видите, как интересно они все тут разворачиваются. Слава богу, что я создал нормальную систему. Если бы система была говно, то это... У нас были бы пробки, заторы, глюки, остановки. В общем, короче, все было бы очень плохо. Прям совсем. Слушай, а я тебе 4 в 3-то не поставил, что ли? Ну-ка, покажи мне расширение. А, ну да, там с углем. Я понял. 3 в 5 получается. А вот 4 в 3 за сталь и дерево. Блин, ну я почти накопил. Я почти накопил. Я не буду. Нет, я не хочу. Вы меня не заставите. Сейчас мы будем наблюдать за церковью, потому что как только они все привезут, их надо отправлять в депо, чтобы их там продавать, собственно. Потому что они сейчас занимают место в линии. И, собственно, еще и тратят дерево, которое мне очень нужно. Но мне хочется задания пройти, понимаете? Очень хочется. У меня это очень прям хочется. Ну окей, друзья. На этом я должен с вами попрощаться. Спасибо, что смотрели. Увидимся уже в продолжении машинок. Благо, они наконец-то заработали. Ну и, в общем-то, да. Покусечки. Это и Паку будем. Покусечки. Покусечки. Покусечки.